Ты хотел сегодня кофе? Да, хотел. Разве непонятно было? Ну, понятно, что очень. Ну, я не случайно намекнула тебе в начале программы о том, что кофе нужно экономить. Неужели кофейный кризис на пороге? Пора закупать кофе в проб? Ну, паниковать, конечно, не стоит, но к тому, о чем сейчас расскажет Ольга Курсман, советую прислушаться. Борис-то словно счетчик включил, отмеряет не только кофе, но и деньги. В этом году цена на зерна снова поднимается. А все почему? Потому что потребление напитка опережает производство. Приходится еженедельно с новыми поставками свежевать цены, потому что она может меняться. За прошлый сезон на кофейных плантациях собрались 131 миллион мешков кофе, а спрос был на 137. Как это ни парадоксально, но кофе с годами становится дефицитным товаром. Впервые на мировом рынке он стал стремительно дорожать в 2004-м. Цена на Нью-Йоркской товарной бирже выросла в два раза за пару месяцев. Виной тому дождливая зима в Бразилии и землетрясения в Колумбии. А новых плантаций никто не разбивает. Свою совсем нескромную лепту в потребление кофе внесли китайцы. Традиционно чайная страна вдруг начала потреблять много бодрящего напитка. Причем не дешевого растворимого, а более дорогого, в том числе молотого и в зернах. Понимаем, что есть определенный размер кошелька, который позволяет, либо позволяет, либо не позволяет. Мы продаем кофе достаточно дорогой, дорогие сорта, но цена на него достаточно приемлема и находится в рамках кофе цен, которые ставятся на кофе. Интересно, но наш регион относится к самым активным потребителям растворимого кофе. Население Урала, Сибири и Приволжского региона особенно почувствовали рост цен на любимый напиток. Ведь именно стоимость растворимого кофе за прошлый год увеличилась на 18% и продолжит расти в этом. А вот в центральном, дальневосточном и южном федеральных округах люди предпочитают покупать зерна. И вкуснее, и, как это неудивительно, дешевле. Килограмм сырья поднимется в цене всего на 3%. Северные Африки, там Танзания кофе, Кини кофе, кофе бискотина, Среда Гутемао, Эфиопия. Все собраны с разных регионов и у каждого есть свой оттенок, свой вкус. Кристина кофейный сомелье, или как правильно называется профессия, бариста. Она уже сейчас знает, какой кофе самый дорогой. Это знаменитый копилювак. Оптовая цена килограмма начинается от 100 долларов. В России в конце прошлого года 100 граммов обжаренного кофе кофе-лювак в розницу можно было приобрести по цене от 1720 рублей. Но кофеманов набугать ценникам не получится. Они пили, пьют и будут пить бодрящий ароматный напиток. Ольга Курсман, Леонид Ализаревич, Сибинформбюро.